Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Учитель химии, эксперт по естествознанию проекта Школа 20-30 Павел Пестов, он у нас в студии. Здравствуйте. Доброе утро. Сразу напомню, телефон напрямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9, звоните, задавайте свои вопросы, номер WhatsApp тоже работает для вас, 230-6191. Пишите нам, зачитаем все в эфире, и вопросы, и комментарии. На прошлой неделе господин Цатлакс, глава Центра содержания образования, выступил с очередным таким отчетом и подготовительной работой о том, что у нас ждет. С 2020 года новые программы, по которым начнут учиться первые, четвертые, седьмые классы. И вот такие были слова, сказанные господином Цатлаксом, что согласно новой модели системы среднего образования, каждая школа должна будет подготовить по крайней мере два комплекта для выбора учебного направления. Вот это вызвало вопросы журналистов и услушателей общества, что это за два комплекта, кто их будет готовить, почему это готовят школы, а не предлагают им Центр содержания образования, например. Расскажите подробнее. Да, наверное, нужно отметить, что именно в среднем образовании наибольшие такие планируются структурные изменения. Да, и как господин Цатлакс сказал, что если в данный момент у нас по большому счету все ребята, вне зависимости от интереса и, возможно, их желаний, в принципе, очень схожую программу, несмотря на то, что есть небольшое отличие в направлениях, все же это очень схожая программа, где ученики в конце 12 класса, выбирая экзамены, эти экзамены абсолютно идентичны. И результаты, которые ожидаются от ребят, они тоже абсолютно идентичны. Мы предлагаем модель, в которой совмещены, в принципе, два принципа. Один принцип – мы все-таки не отказываемся от того, что достаточно большая часть учебных программ структурирована и всем ученикам дает возможность достичь такой очень стабильный фундамент. Это примерно, если говорить в процентах, около 60% то, что ученики будут получать. Это программы, которые во всех учебных семи направлениях, и они дают или основной уровень содержания, или так называемый оптимальный уровень содержания, и это фундамент. И 30 оставшихся процентов у ребят будет выбор углубленных курсов, где нужно будет выбрать как минимум три углубленных курса, и мы называем эти три углубленных курса комплектом. И здесь возникает вот эта вот ситуация, где школа, ну, в принципе, средняя школа, мы говорим о 10-12 классе, должна будет предложить как минимум два комплекта. Большие школы могут предлагать больше комплектов, и в каждом этом комплекте три углубленных курса. И здесь речь идет о том, что обязательно центр содержания поддержит со своей стороны, предложив для этих углубленных курсов программы, так что школам не придется эти программы полностью разрабатывать самим. Речь идет о том, что у средней школы нужно будет сделать какой-то выбор на специализацию. И это, естественно, такой выбор центр содержания за школу не может сделать, потому что очень много факторов. Например, в одном самоуправлении мы видим очень, например, большое сотрудничество с промышленностью, и там, возможно, ребятам интересны предметы естественных наук, в другом предметы другого направления. И поэтому вот здесь возникает очень интересный момент, потому что, в принципе, школа, средняя школа именно 10-12 класс, как она сейчас, она не сможет предложить абсолютно всем ребятам углубленные курсы. Это связано и с ресурсами, и это связано с тем, что ребятам нужно будет выбирать только три углубленных курса. Как это выглядит на практике? Это выглядит таким образом, что это обоюдный, естественно, такой процесс, где школа, администрация, родители в том числе и ученики должны сделать такие выборы уже достаточно заранее, ну, в начале 10-го класса, какие же три углубленных предмета они будут изучать. И может ли школа такие три углубленных предмета предложить? И этот выбор действительно должна сделать школа достаточно самостоятельно. Мы видим, что очень большая роль в данном модели будет играть и самоуправление. Потому что, чтобы не получилось так, что все школы, например, предлагают только какие-то три курса, и в результате у ученика, который хочет изучать углубленно, допустим, программирование, у него нет такого выбора. Поэтому роль самоуправления как собственников школы, безусловно, в данном процессе сильно возрастает. То есть мы возвращаемся, можно сказать, чуть-чуть к той модели, когда вот раньше была школа с углубленным изучением английского, школа с углубленным изучением физики, математики. Ну вот было такое, по крайней мере, среди людей, они знали, что вот в этой школе сильнее вот это, там такой наклон, такой наклон, такой уклон, да, во что-то углубленное изучение. Здесь получается то же самое, что уже, когда выбирают родители школы, они уже понимают, что в этой школе там сильнее физика, в этой химия, в этой математика, в этой английский и прочее. Ну, да и нет, то есть ответ да, да, потому что действительно школа будет специализироваться как минимум на двух вот этих комплектах и будет позиционировать себя как сильная школа, например, в естественных науках, да, и технологиях, например. Но с другой стороны, я бы хотел подчеркнуть тот факт, что все-таки это не совсем возвращение, ну, как бы к прошлой модели, потому что вот эти вот 60%, да, остаются, скажем так, достаточно структурированы, да, то есть мы не отказываемся, например, от таких направлений. То есть невозможно, какой бы выбор ни было ученика и родителей, и администрации, например, невозможна такая ситуация, что ученик в нашей стране не учит латышский язык до, там, оптимального уровня, не учит хотя бы один иностранный язык до оптимального уровня. То есть есть такие структурные вопросы, которые все-таки ограничивают этот выбор, то есть это не хаотичный выбор, где что хочу, то делаю, да, то есть такого абсолютно не предвидится. То есть предполагается, что с 10 класса, если ребенок уже точно знает, что он пойдет в переводчике, например, то он может не изучать физику, химию и точные науки, например, математику, или математика относится к фундаментальному? С математикой в данный момент Центр Содержания предполагает, что математика во всех средних школах будет обязательно до оптимального уровня. Что это значит? Это значит, что примерно это уровень сегодняшних результатов, которые мы ожидаем от учеников, он сохранится. И плюс еще будет предложен углубленный уровень по выбору. То есть мы можем сказать, ну, так просто и понятно, что, скажем так, уровень математики в данном предложении, те требования, которые выдвигаются к ученику, они не будут уменьшены относительно математики. Относительно химии, значит, и естественного блока тоже структурирован такой момент, потому что в том числе различные ассоциации и торговая камера высказала такое пожелание, и мы его согласовали относительно того, что, поскольку это все-таки приоритетное направление для нашей страны, для системы образования, то предметы химия, физика, биология, география должны быть предложены в обязательном порядке для ученика. Но у ученика есть выбор взять эти предметы, например, на оптимальном уровне или взять их на углубленных уровнях. То есть если, здесь я хочу просто подчеркнуть эту разницу, то есть математика для всех будет обязательно, там выбор не остается, то есть выбор остается только или оптимальный уровень или углубленный. То есть все содержание на трех уровнях, скажем, ну мы можем представить себе такие три ступени, условно говоря, общий уровень, оптимальный и высший уровень. И, соответственно, значит, что касается математики, то мы ожидаем оптимальный уровень. Что касается хотя бы одного иностранного языка, мы ожидаем оптимальный уровень. Латышский язык точно так же, да, до оптимального уровня. То есть есть достаточно много таких структурных ограничений, которые все-таки дают ученику фундаментальный, так сказать, хороший фундамент под своими ногами. И сразу же, наверное, возникает вопрос, поскольку такой вопрос очень часто задается, что будет с поступлением и не будет ли такой ситуации, что я сегодня хочу, например, идти на переводчика, все-таки после 12 класса я, может быть, понял, осознал, что это не совсем мое направление, я все-таки хочу поменять и что будет. Значит, наши консультации с высшими учебными заведениями, с университетами, в принципе, есть четкая позиция того, что университеты не будут требовать как обязательное условие, в высоком случае в данный период, углубленные курсы. То есть даже если я не выбрал углубленную, например, языковое направление, у меня будет возможность идти на переводчика. В то же время, наверное, мы говорим о том, и речь идет о том, что за углубленные курсы университеты могли при поступлении давать дополнительные пункты и считать это при учетах, учитывая бюджетные места. Вот вы сказали по поводу языков, например, что есть оптимальное изучение иностранных языков и есть углубленное изучение русский язык. Тема актуальная для русских школ и для русскоязычного населения, которые хотят сохранить язык. Русский язык будет в этой программе относиться к иностранному языку. Это мы уже слышали, что это все-таки в эту категорию уходит. Получается, что после 9 класса, в 20 классе, например, школы с русским, изначально языком обучения, они будут оставлять, у них одна программа, ну, должна быть, наверное, по идее, посвящена русскому языку и литературе. Значит, три момента, которые я бы хотел акцентировать. Первый момент, конечно же, нам нужно смотреть на политические процессы в стране, которые происходят. Да, и мы знаем, что средняя школа, например, с, если я не ошибаюсь, с 20-21 года, 10-11 класс полностью на латышском языке преподавания и, соответственно, следующий год и 12 класс тоже. Это политический аспект. Что касается аспекта содержания, здесь очень четко нужно разделить два вопроса. Первый вопрос. Русский язык как иностранный, который можно учить и до высшего уровня, как второй иностранный язык, это не язык для людей, у которых родной язык русский. То есть это для людей, которые хотят изучать русский язык как иностранный. И есть второе предложение, специализированный курс родного языка, то есть русский язык и литература как родной язык. Этот предмет, этот курс относится к специализированным курсам и может быть предложен школой, исходя из его контекста. То есть два абсолютно различных вопроса. Первый иностранный язык может быть английский, французский или немецкий. Второй иностранный язык может быть английский, французский, немецкий и русский. То есть, русский язык как иностранный можно ввести вплоть до высшего уровня. И второй момент для школ, учеников, где достаточно большое количество учеников, у которых родной язык русский, такая школа может предложить специализированный курс «Русский язык и литература как родной». И такой курс у нас есть, он структурирован и имеет возможность быть использован в этой учебной программе. — Еще один вопрос в связи с этим разделением на специализацию. Это миграция такая после девятого класса. Как правило, не большая часть меняет школу после девятого класса, как правило, остаются. Иногда, конечно, и меняют. Но ожидаете ли вы, что больше будет перемещения до девятого класса, особенно в первое время, когда еще эти направления школами не выбраны, а уже, например, кто-то сейчас в седьмом, в пятом, во втором классе? И они уже хотят доучиться до девятого, и потом, например, выбрать специализацию, которую эта школа не дает. Соответственно, им надо будет менять школу. Насколько вот это все будет движение структурировано, и это же тоже кто-то захочет, например, в одну школу она будет там битком напиваться. Ну, я думаю, что, во-первых, тот аспект, который я уже поднял, именно в этих вопросах очень важно взаимодействие самоуправлений со школами. Безусловно, мы думаем, что такой процесс может происходить и, наверное, должен быть происходить, потому что мы говорим о том, какой интерес и какие курсы, скорее всего, ученик выберет, и будет их с большим интересом, будет на этих курсах учиться. Поэтому мы предполагаем, что да, после девятого класса, возможно, такая ситуация, что в этой школе, где я хочу, не предлагаются те углубленные курсы, и поэтому мне нужно будет, возможно, искать относительно своим интересам другую школу. Здесь же очень важный аспект, что, ну, безусловно, наша жизнь достаточно динамична, и мы предполагаем, что может быть такая ситуация, что во время учебного процесса, там, в 11 классе сложилась такая ситуация, что ученик еще хочет что-то поменять и так далее. И, в принципе, мы, с точки зрения нормативных документов, такую возможность оставляем, если школа есть какие-то решения, и она готова брать этого ученика с его базой, мы предполагаем, и дать ему дополнительную поддержку, чтобы он успешно закончил и получил среднее образование, и успешно сдал эти, значит, экзамены углубленных курсов, то, соответственно, мы в нормативной базе, в документации такую ситуацию оставляем, такую возможность юридически возможна. Да, главное, чтобы школа сама была готова, скажем, дать дополнительную, наверное, какую-то поддержку ученику, чтобы он мог в другой ситуации тоже, значит, успешно закончить среднее образование. Вообще, слово поддержка часто звучало и в разработке этой реформы, и сейчас тоже поддержка и ученику, и учителям, которые тоже сталкиваются с новыми вызовами, и для них тоже многое меняется. И вот вчера, например, стало известно, что президент Латвии Гилл Левиц встретился с правлением Ассоциации учителей латышского языка и литературы, сказал, что обсудили они позиции латышского языка в новом содержании, образовании, школа 2030, и обсудили возможность укрепить его употребление на государственном уровне. И вот с другими учителями встречался господин Левиц. Были такие мысли? — Ну, наверное, я не могу комментировать, но, так сказать, возможно, наверное, сейчас, скажем так, реформа образования в центре очень многих вопросов, и, как я говорю, для средней школы это абсолютно актуально. И очень важно с точки зрения, что здесь не только происходит изменение содержания, но и вот эти структурные. Мы со своей стороны достаточно большие силы вкладываем и в пилотные школы, которые проходили апробацию материалов, и абсолютно все директора всех школ проходили профессиональную подготовку, курсы в сотрудничестве с Латвийским университетом. То есть это была не эксклюзивная возможность только пилотных школ, это была возможность, которая была структурирована изначально в проекте. И два-три человека, в зависимости от того, какого размеры школы, таким образом для всех представителей администрации школ была возможность вот эти курсы посетить и углубиться в те вопросы, о чем же, в принципе, реформа образования. К тому же, естественно, начиная с середины сентября будет стартовать дигитальный сайт, где будут доступны разработанные программы, и потихоньку будут появляться и материалы, которые можно будет использовать в процессе обучения. И достаточно большое количество часов, естественно, мы провели в сотрудничестве с пилотными школами, как улучшая какие-то материалы, так и говоря о том, какие есть, возможно, проблемы, где мы могли бы тоже поддержать школу, чтобы им было легче какие-то вопросы решить на своем уровне. В проекте уже достаточно долгое время, на протяжении нескольких лет общаются с учителями, вот эта их подготовка, потому что содержание образования без хорошего преподавания, оно невозможно, да. И здесь от человеческого фактора и от личности тоже очень многое зависит. Что Вы можете сказать вот по прошествии нескольких лет, насколько наши учителя готовы, где у нас вот эти вот дыры, где учителей не хватает, и говорят, что да, и латышский язык, который тоже вводится в средней школе, да, например, полностью, но не все учителя могут потянуть? Ну, безусловно, для любой системы образования два фактора абсолютно критичных. Первый фактор, у которого самое большое влияние на результаты учеников, и тут нам всем это понятно, это, конечно же, качество преподавания и сам учитель. И второй фактор, не менее важен, да, и мы все больше о нем тоже говорим, это, конечно же, команда администрации, директор с администрацией, у которых, в принципе, в нынешней системе будет гораздо более эластичное, возможно, гораздо более эластичное решение для различных вопросов. И поэтому мы очень много тоже проводим именно семинаров с директорами и администрацией школ, потому что мы видим, что их влияние и их участие в этих процессах чрезвычайно важно, да, то есть, наверное, в данный момент особенно важно. Что касается, значит, ну, проблематики, безусловно, нужно понять тот факт, что уже сейчас есть учителя, которые в различных школах работают, ну, если мы можем так выразиться, согласно новому видению, да, согласно тем принципам, которые мы сформулировали. Я думаю, что прежде всего вопрос реформы образования заключается в том, чтобы такие процессы были в каждой школе, в каждом классе, и чтобы у каждого ученика была такая возможность, чтобы напротив него стоял этот учитель, ну, скажем так, и чтобы те принципы, которые были в классе, чтобы у ученика была возможность учиться согласно таким принципам. Поэтому речь не идет о том, что какие-то есть фундаментальные глобальные проблемы, речь идет о том, как такую практику, которая уже у очень многих учителей есть, как нам помочь с помощью реформы и видения внедрить в каждом классе и в каждой школе, да. Вот я бы так переформулировал этот вопрос. Но все равно останутся наверняка школы и учителя, которые говорят, вот я так 20 лет преподавал вот так и буду преподавать, ничего я не хочу менять. Что с ними делать? Наверное, это фактор номер два, да, относительно того, что об этом думает администрация и что, каково ведение школы. Второй момент я бы хотел сказать, что, наверное, важно упомянуть тот факт, что в содержании обязательными являются результаты, которые, ну, скажем так, прописаны, имеют статус нормативного документа. В то же время, как учитель этот результат добивается, остается все равно в компетентности учителя. И я бы тоже вопрос этот переформулировал относительно того, если я так работаю 10-20 лет и если таким образом я достигаю, да, тех результатов, которые, скажем так, и в новом содержании предполагаются, то, наверное, это одна ситуация. Да, гораздо, наверное, интереснее и более сложная ситуация, если, и, наверное, такие ситуации тоже есть, относительно того, что я так работаю, да, но результата тоже у меня нету, да, и вот здесь вот уже возникает проблема. Поэтому я бы разделил этот вопрос на две категории. Если учитель работает нестандартно, но все же он может достичь те результаты, о которых мы говорим, то, наверное, я не видел бы здесь никакой проблемы. Проблема возникает тогда, когда, наверное, результат, который планируется, все-таки не достигается. Проблема, наверное, еще очень большая в том, что у нас возникает все больше сегрегация, разделение вообще, как работает одна школа и как работает другая школа, да, мы видим, где в одной школе уже все процессы, о которых мы говорим, действительно происходят, да, и в другой школе, где, скажем так, эти процессы еще только начинаются. То есть вот эта вот, так сказать, полярность, она все больше, к сожалению, видна. И наша задача во время этой реформы все-таки собраться, чтобы такой полярности не было. Чтобы уравнять. Да, чтобы без разницы, в какой школе ученик находился, у него была возможность и доступ к качественному учебному процессу. Надевайте наушники, у нас звонок. Доброе утро. Доброе утро. Приятно вас слушать. Вот очень круто, если будет все так, как вы говорите. А теперь смотрите, что конкретно по факту у меня. Вот у меня ребенок учится в одной школе, называть его не буду, эту школу, и мы решили ее поменять. Поменять по одной простой причине, что у нас классный руководитель, но с таким национальным оттенком. Ну, то есть высказывания такие перед классом, что, например, вы русские идиоты, вас учить бесполезно. Это не смешно, это вот так прям на самом деле было. Мы меняем школу, и в этой школе вот мой ребенок сейчас пошел на латышский язык обучения. Полностью на латышский язык обучения. Ему на лето дали, ну, примерно 12 сантиметров от 4 книги. Все 4 книги. Вот первая книга называется «Воры и проститутки». Рассказывает она о том, что Советский Союз обвинил всех там, ну, людей хороших в том, что они воры и проститутки, и увез их в Сибирь. Примерно сантиметра 3 надо прочитать. И следующие все книги примерно в таком же формате. Все книги, их написали либо канадцы, либо американцы, либо еще кто-то. Вот мой ребенок должен 12 сантиметров вот этого дерьма прочитать, простите, а теперь у него будет экзамен по латышскому языку, на знание латышского языка вот на эту тему. Я вот думаю, куда я ребенка вообще закинулась, к чему его научат. И, соответственно, к вам вопрос. А есть ли у меня альтернатива вот этой вашей замечательной программе? Может быть, есть какой-то вариант где-то учиться дистанционно в интернете в другой школе, а не вот этой вашей замечательной? Спасибо. Ну, во-первых, отвечая на последний, начнем, наверное, с последнего вопроса. Я думаю, что, то есть, возможность учителю составлять свою авторную программу, да, авторскую программу, безусловно, есть. Да, то есть, если мы говорим о возможности составлять другой программы, то такая возможность с точки зрения нормативной документации есть и сейчас, она будет сохранена и в новом содержании. Ну, о конкретном случае сложно, конечно же, комментировать, так сказать, конкретно с одной позиции. Наверное, поэтому, скажем так, реформа образования так и нужна в нашем контексте, чтобы таких случаев, возможно, было меньше, чтобы мы думали все вместе об уменьшении таких случаев. Потому что, безусловно, таких аспектов, да, не предполагает система реформирования образования, когда ребенка просто бросают в школу, и теперь ты должен выплыть, и если выплывешь, молодец, если не выплывешь, то не молодец. Мы, наверное, все больше говорим о том, что есть возможности какого-то дифференцированного подхода, да, мы видим, например, у нас четырем ученикам нужна особая какая-то помощь и особая какая-то поддержка, и мы стараемся ее на уровне школы обеспечить. Да, и не идем в противоположном направлении, где, условно говоря, ну, твоя судьба в твоих руках, если, да, ты сильный, выплывешь, молодец, может быть, у тебя родители могут помочь, а если не получилось, ну, что, значит, ты сам ответственный за свою ситуацию, свою судьбу, да, наверное, это не тот подход, который мы бы хотели видеть в школах. Но это не тот подход, который уже давно хотелось бы видеть в школах, как говорят, но почему-то, да, до этого не получалось. Возможно, получится на этот раз. Вы сказали про авторство, что у любого учителя остается вот это право на какую-то авторскую программу и внести что-то свое, а кто за этим следит? Это администрация школы. Вот если, например, да, такая вот ситуация, и там родители, ученики с чем-то не согласны, с авторством учителя, да, каким-то, они к кому идут? К администрации, сразу в Министерство образования, в Центр содержания образования? Ну, нужно понимать тот факт, что, несмотря на то, что у учителя есть эта возможность, возможность авторства, да, результаты все равно должны быть достигнуты, да, то есть это не полностью авторство, что, ну, абсолютно такое хаотичное, что что хочу, то делаю. Результаты должны быть достигнуты. Как это должно быть сделано, это уже другой аспект, это раз. Во-вторых, конечно же, я думаю, первый вопрос, который, если возникает, то первый вопрос, это разговор с учителем и администрацией, да, потому что мы больше говорим о том, что учитель профессионал своего дела, да, конечно же, нам запоминаются какие-то отдельные случаи, и негативные случаи запоминаются гораздо лучше и остаются в нашей памяти, да, но, в принципе, мы видим очень много и подавляющее большинство именно профессионалов, и мы бы хотели, чтобы учитель как профессионал брал в свои руки ответственность, да, и если у него есть такая авторская программа, то он ответственный за то, что те ученики, которые напротив него, получают тот результат, о котором мы говорим, да, то есть это не хаотичное авторство, где я сегодня придумал, что буду делать так, завтра я буду делать так, послезавтра еще по-другому. Давайте вы больше в вашу степь, насколько я знаю, вы эксперт именно в критериях оценивания, если правильно перевела, с латышского языка, вот и об этом поговорим оставшееся время. По поводу экзаменов, вы сказали, что вот есть это среднее, да, изучение языка в основной школе, языка предмета в основной школе, сдает ли потом ученик экзамен по этому предмету, или он сдает экзамены только по тем предметам, которые он изучал в углубленности. Значит, что касается проекта и государственных проверочных работ, значит, в проекте прежде всего предполагается разработать 20 диагностирующих работ, да, которые будут использованы и предложены школам для того, чтобы планировать свой учебный процесс. То есть, допустим, вот скоро у нас начнется 1 сентября, начало учебного года, и чтобы планировать учебный процесс, у меня к концу проекта будет, значит, как минимум 20 диагностирующих работ в разных предметах и в разных классах, которые я смогу использовать для того, чтобы как учитель просто планировать свой процесс нормально. И мы через диагностирующие работы хотим показать, как же будут меняться задания, как же будут меняться требования, да, чтобы это не было таким образом, что в 2023 году новые экзамены, бах, вот так вот они выглядят, да, то есть такой процесс не предполагается, да, гораздо заранее будут разработаны так называемые образцы новых экзаменов согласно новому содержанию, и заранее мы будем предлагать школам и учителям диагностирующие работы, которые дадут информацию, о том, как будет меняться, да, то есть если мы говорим комплексное задание, где у ребенка есть возможность углубиться, думать и так далее, как это задание выглядит, да, и с помощью таких диагностирующих работ мы эти направления, скажем так, будем показывать. Если мы говорим сотрудничество, это тоже является результатом, что я умею сотрудничать с другими ребятами, то мы показываем на диагностирующей работе, а как я могу это оценить. Что касается экзаменационных вопросов в среднем образовании, значит, условия экзаменов такие, математика предполагается обязательно или оптимальный уровень, или углубленный, да, то есть в зависимости от того, на каком уровне, скорее всего, ученик учился, у него есть возможность и выбрать, какой уровень экзамен. То есть два экзамена предполагается. То есть выбор, да, если я учился, то есть, скорее всего, ситуация такая, я учился на оптимальном уровне, я выбираю экзамен своего уровня. Но экзамен все равно остается, например. Моя математика обязательно в любом случае. Далее латышский язык, да, латышский язык обязательно, да, один иностранный язык, да, тоже обязательно, и далее два экзамена для углубленных курсов. То есть, если мы вернемся два шага назад, я выбираю три углубленных курса. По двум курсам я буду сдавать в обязательном порядке экзамен. Я сам скажу, по каким. И еще один аспект – это проектная работа или другие формы работы, где у ученика есть возможность в связи с одним из углубленных курсов разрабатывать и проектную работу. То есть, допустим, ну, у меня я выбрал комплект из трех предметов – химия, физика, биология, допустим. Из двух я буду сдавать экзамен обязательно, и там физика, химия. И в связке с одним из углубленных курсов физика, химия, биология я буду еще разрабатывать проект, на который мы планируем примерно тратить 70 учебных часов, да, то есть объем, да, скажем, этого проекта – это не какое-то очень большое научно-исследовательская работа, да, но это может быть и форма исследовательского работы, но объемом где-то 70 часов в связке обязательно, то есть это не дополнительно, а в связке с одним из углубленных курсов, который меня интересует. То есть такая подготовка к университету уже, к курсовым работам, к дипломным работам. Ну, во всяком случае, такой опыт планирования и долговременной работы мы считаем, что обязательно нужен, чтобы такой опыт ученик получил. Вот что касается, значит, экзамена в конце среднего образования. Опять-таки по поводу русского языка. Те, кто изучает его углубленно как родной язык по вот этой программе, эти школы и эти ученики не могут выбирать его как иностранный, они будут выбирать его вот один из выборочных экзаменов, правильно? Ну да, то есть если мы вернемся к языку нацменьшинства, например, русскому языку, значит, это, как я сказал, есть курсы как иностранного языка, это не для носителя, не для родного, не для человека, у которого родной язык русский, там он может экзамен сдавать. То есть если я изучаю русский язык как иностранный, и там я смогу и экзамен соответствующего по русскому языку как иностранного выбирать. Если я изучаю свой язык родной, да, как литературу в специализированном курсе, там мы экзамен не предполагаем. Система оценивания, вот эта десятибальная система, она остается? В средней школе система, да, десятибальная остается. Если мы посмотрим на оценивание в общем, то самое главное, наверное, изменение не связано со структурными, и хотя есть и структурные изменения в первом-третьем классе, мы отказываемся от десятибальной системы. Что там будет? Мы говорим о том, что тучек и солнышек не будет. Система будет очень, ну мы надеемся, во всяком случае, тестируем и разговариваем с родителями. Очень понятная система, а именно в каждом учебном направлении, в котором 7 направлений, языковое, естествознание, математика, технология, будет комплект результатов, да, 10-15 результатов, например, математики. В конце первого класса мы предполагаем, или в конце третьего класса мы предполагаем, что ученик сможет умножать двухзначные числа. Допустим, да, это ни в коем случае нереальный пример. И, значит, напротив такого результата будет предложено 4 уровня, где третий уровень полностью данный результат достигнут. Таким образом мы думаем, что коммуникация с родителями будет очень понятная, четкая и в то же время не будет лишней нагрузки для учителей, предполагая, что, потому что некоторые, ну в разговорах мы слышим, что учителя говорят о том, что и так достаточно перегружено, это соответствует действительности, и, например, написание каких-то характеристик занимает очень много времени. Мы дадим комплект вот таких вот 10 результатов, там 15 результатов в каждом направлении, и далее электронно тоже, допустим, есть возможность отметить один из четырех уровень. Начальный уровень, достигнутый уровень, и таким образом очень достаточно быстро и компактно дать эту информацию. С другой стороны, особенно в третьем классе, наша цель, конечно же, перевести внимание от оценок к результату, то есть классический вопрос, который мы ожидаем от родителей, не какую-то оценку получил, а чему ты сегодня научился, и поэтому, ну так скажем, и документы, которые сигнализируют о том, что ученик научился, выглядят по-другому. Ну, во всяком случае, первые разговоры с родителями, с учениками, выглядит, что эта система понятна и достаточно эффективна, и не накладывает дополнительно каких-то больших бюрократических и временных ресурсов. Начиная с четвертого класса до двенадцатого класса, по всем предметам оценивание классическое от одного до десяти, но тоже наш, так сказать, вызов очень важный, то, что мы уходим от того, что оценки сигнализируют, ну, как бы, так сказать, какой-то аспект только предмета к тому, что оценка сигнализирует, какие результаты ты достиг, к чему ты научился. То есть мы хотим вот эту философию очень сильно поменять. И оценивание, прежде всего, как система поддержки, и потом у нас есть оценка, которая легко коммуницирует с администрацией, с учениками и так далее, и так далее. Ну, как вы думаете, сколько времени займет вот эта вот смена философии? Потому что знаем, что все равно всегда, ну, тяжело перестроиться, всегда хочется результата вот такого ясного и понятного, чтобы можно было сравнить с Петей, с второго В, с Машей, с пятого А и прочее. Я думаю, что система результатов и соответствующих уровней, если такая необходимость вдруг возникает, дает возможность сравнить. Но наша цель все-таки в том, чтобы мы сравнивали с тем, что ребенок научился, и чтобы мы сравнивали его рост. Но в то же время не вижу никаких проблем. Если необходимо, значит, получить какую-то быструю картину, то я еще раз повторюсь, эти уровни очень просто позволяют. Ну, допустим, конкретный пример. 15 результатов на первый класс, и родитель видит, что только 5 из них достигнут. Я думаю, это очень хороший простой сигнал, что, наверное, есть еще вопросы и проблемы, которые нужно решить. Или наоборот, я как родитель вижу, что из 15 результатов все 15 достигнут. По поводу домашних работ, как проверочных, как закрепительных работ, был разговор, что они исчезнут из школы. Насколько это реально? Причем родители вроде как и рады, что больше не надо будет там со своими детьми просиживать, особенно первые классы, и делать эти домашние задания, помогать. А с другой стороны, сразу возникли разговоры, как это без домашних заданий. Да, я думаю, в вашем вопросе есть уже частичный ответ по поводу того, что родители очень рады, что они не будут сидеть и там, условно говоря, выполнять эти домашние задания. Ну, к сожалению, есть и такие, когда родители рассказывают, что они сами делают, поделки и так далее. То есть первый вопрос не по поводу того, будет ли не будет, а первый вопрос по поводу того, чтобы домашние задания действительно были думаны а, ученику, и б, чтобы ученику было понятно, если я выполняю это, то есть выполняя это задание, чему я научусь. Это первый аспект. С точки зрения нормативных документов мы не регулируем этот вопрос. Это полностью компетенция учителя. Да, и мы понимаем, что и предметы очень разные. Где-то, возможно, домашние задания нужно больше, потому что нужно закрепление и постоянный тренинг навыков. Где-то, возможно, количество домашних заданий может быть меньше. Самый главный момент, чтобы на уровне школы было видно, сколько же этих домашних заданий, насколько они качественные и к какому результату они ведут. Чтобы не складывалась такая ситуация, что, ну, действительно, количество домашних заданий, например, такое, что если мы реально сами, как взрослые, будем выполнять это все количество домашних заданий, мы их не можем выполнить. То есть очень важно, чтобы школа посмотрела. Вот ученик в этом классе, вокруг него 12, возможно, учителей. Сколько же всего получается эта реальная нагрузка? И поэтому я бы сказал, что... Но самый главный вопрос, безусловно, домашнее задание, чтобы вело к тому результату, и чтобы был понятен, почему я здесь делаю это домашнее задание. Поэтому ответ, если кратко, то нормативная база, безусловно, этот вопрос не регулирует. Компетенция учителя предполагает, что он решит. Когда, сколько, единственный момент, который очень важен, и который мы говорим с пилотными школами и с другими школами, что сотрудничество учителей, работая в одном классе, вот это значение сотрудничества учителей очень сильно возрастает. Потому что наша цель увидеть не конкретный предмет и конкретного ученика, а увидеть ученика в школе. Чтобы учителя рабочее место было не в классе, а учитель работал в школе, сотрудничая с коллегами, и чтобы результат ученика был не только ответственность одного учителя, но и вот этих 10-12 учителей. Это очень фундаментальное такое изменение. Вы когда говорите, это прям школа мечты. Очень хочется верить, что так и будет. Вы сами, как человек и как учитель, который проводит время с учениками в школе очень много, и общаетесь с коллегами тоже. Как вы думаете, сколько времени пройдет до того момента, пока это действительно будет работать, вот уже на рельсы будет поставлено? Ну, как я сказал, в некоторых школах, с которыми мы общаемся, мы очень многое из того, что мы видим, уже происходит. Безусловно, есть аспекты, которые не всегда зависят, ну, только, так скажем, от школы. Мы видим, что достаточно большой вопрос нехватки учителя, он действительно реален, актуален, смена поколений и так далее. Ну, если о сроках, не зря наш проект называется «Школа 2030», вот, но если реально, то будем реалистичны, и помимо того, относительно того, что система образования одна из самых медленных систем, которые вообще меняются. То есть это не характеристика нашей страны, это абсолютно характеристика любой страны, да, потому что это связано с изменением мышления. Как мы знаем, мышление и наши привычки меняются очень-очень-очень медленно. У меня с одним учителем разговор был по поводу того, что он говорит, да, я хочу, например, попробовать вот такую систему, и через неделю я обратно возвращаюсь к своим привычкам. И это действительно соответствует действительности относительно наших любых привычек. Поэтому очень важно вот этот вот культурный, когда мы говорим не только о конкретном учителе, а мы говорим о культуре школы, где учителя поддерживают друг друга, где абсолютно нормальная практика, когда учитель приходит к другому учителю на урок, и после этого у них есть возможность обсудить, что получилось, что не получилось. К сожалению, предыдущая практика и наше мышление вообще очень часто связывают такие посещения с контролем. И очень часто учителя говорят, я не хочу никаких ни коллег, а тем более администрацию и так далее, и так далее. Ну, пример того, что такие изменения, безусловно, требуют долгого времени, хотя это не первый и, безусловно, не последний проект, скажем так, реформы системы образования. И если сравнить с предыдущими проектами, которые естествознание, математика, мы видим очень положительные тенденции, когда учителя более открыто говорят о своих проблемах, зовут коллег даже на свои уроки и вместе решают такие проблемы. Так что я очень оптимистичен в этом направлении. У нас остается минутка времени, коротко, по поводу не только экзаменов, а в общем, как будет контролироваться вот этот учебный процесс, будут ли обязательно государственные проверочные работы какие-то, или каждая школа просто должна в конце девятого класса, в конце двенадцатого класса провести экзамены, и на протяжении всего этого времени они там сами как считают нужным, так и контролируют, проводят контрольные работы, проверочные работы. Значит, государственные проверочные работы очень четко оговорены в конце девятого класса. Это латышский математика, английский, ну то есть иностранный язык, латышский математика, иностранный язык и комбинированный государственная проверочная работа, технологии, социальных наук и естествознания. Это один блок. И в девятнадцатом классе, как я уже сказал, обязательные государственные экзамены, математика, но по уровню, латышский язык по уровню, иностранный язык по уровню и два углубленных курса, из трех которых я сам выбрал, и проектная работа. То есть это четко оговорено, и содержание этих экзаменов будет со стороны Государственного центра содержания разработанным. Спасибо, учитель химии, эксперт по естествознанию проекта школы 2030. Павел Пестов был у нас в студии. Спасибо, что пришли. Будем звать еще обязательно, и есть о чем поговорить.